всем здравствуйте я всех приветствую на своем канале своих любимых замечательных дорогих подписчиков и тех которые первый раз ко мне зашли на канал добро пожаловать сейчас будет онлайн расклад на тему и тема будет такая женская тема будет мои подружки какие они на самом деле их отношение ко мне кто настоящий кто лживая используют ли меня в целях каких-либо истинная причина дружбы также хочу я поблагодарить своего спонсора это светлана которая живет в республике коми город ухтам светочка огромное спасибо за материальную поддержку моему каналу мне очень приятно спасибо огромное и также этот видео расклад я посвящаю тебе моя золотая и всем кто меня смотрит во всем мире в россии в израиле на украине сербии в америке в германии в испании во всем мире я всем передаю привет спасибо большое что вы меня смотрите мне очень приятно я работаю для вас я помогаю вам и оставайтесь со мной дальше мне будет очень очень приятно итак я буду выкладывать шесть позиции шесть карт шесть стопок наверное вам нужно будет всего лишь интуитивно выбрать одну но я бы сказала знаете загадайте своих подружек или просто знаете загадывайте подружек да по имена представляю их или же загадайте одну карту думая о том какие у меня подружки лживые или нет вот кто попадется уже там а до королева или король или вообще кто-либо я буду уже просто описывать самого человека хорошо давайте посмотрим да делаю первый раз такой видеорасклад это просто по просьбе моей светочки поэтому давайте посмотрим что из этого всего получится карты я трактовать умею а мне нужно будет ваша интуиция и и самое важное чтобы она вас сейчас не подвела поэтому загадывайте сосредотачивайтесь думайте о своем вопросе и мы будем все смотреть ваши подруги и так ваши подружки какие они первая карта вторая карта ваши подружки третья карта ваши подружки четвертая карта ваши подружки пятая карта ваши подружки и шестая карта выбираете можете просто поименно до загадать то есть назвав человека по имени и думав о нем подумав вернее о нем можете загадать или же просто как бы на себя какие у меня подружки и чисто интуитивно выбрать одну карту все выбрали давайте тогда будем смотреть и так кто загадал и выбрал карту номер один ваши подружки вы знаете когда вам плохо куда-то деваются все ваши подружки вот так мне хочется сказать потому что вы всем помогаете вы для всех все делаете а подружки вам помогают подружки в тяжелую вашу минуту они рядом с вами я думаю что нет вы знаете вы из тех женщин которая который все взваливает на себя всегда и проблемы своих подружек и помощи если им там нужно да без проблем если девчонки хотите я вам сейчас всем помогу а когда вам плохо чуть никого нету ваши подружки до десятка монет но я могу сказать что у вас наверно семья большая вы сами такая женщина хлебосольные домой приглашаете на столы накрываете да вкусная такая женщина понимающая и психолог вы хороший и дружить вы умеете и посоветовать правильно можете да и вас нуждаются вас просят там пример леночка ну займи мне там ну до 2 числа до или еще что-то лену посоветую опять меня колька бросил да и вы их вот прям как мать перезой советуете помогаете конечно вас подружки любит пошла все же все на себе тащите семью тащите на себе подружек своих тащите на себе кто у вас да потому что еще знаете вы из тех женщин которые не можете вы как вы держите за то что я имею до лучше старый друг чем новый там другой какой-то да вот хорошая пословица есть вот вы из этого да моё 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 все подружки мои какие бы не были такие же горем убитые как я по жизни но они все мои да мы в одной стае с ними какие у вас подружки на самом деле их отношение к вам настоящие они или лживые знаете вот хочется мне сказать подружки какие-то у вас вот как бы вы к ним серьезно не относились а они немножко любят или подурачиться или с легкостью относятся к вам сколько раз уже придавали сколько раз знаете может быть вы с ними отношения выясняли может быть сколько раз они там клялись а что это все последний раз леночка больше я с тобой так не буду обращаться я ж тебя люблю уже все поняла я все теперь от на те же грабли опять так же на наступают понимаете на те же грабли также потому что ну дурости много у ваших подружек видать и никто существенно серьезно так как вы относитесь к дружбе они же так не относятся кто лживая а кто настоящая да я так понимаю что вы уже крест поставили на всех подружках уже да может быть оставили одну-две такие самые настоящие да выдержанные знаете как вино старое такое самое вкусное которое годами уже выдержан и вот таких подружек вы наверное имеете а все остальное что у вас было уже видать отправили подальше их куда-нибудь точку поставили в отношениях и полный разрыв ну потому что ну да лучше быть одной чем с кем попало да вот вот из этого всего исходит так будет ли у вас еще дружба будут ли у вас еще подруги хорошие в будущем давайте посмотрим будут ли вас еще хорошие подружки в будущем ну знаете мне такое ощущение что вы настолько сейчас самодостаточное что вам и подружку уже не надо вы сама себе подружка да подушка моя подружка как говорится вот у вас точно так же я сама иду своей дорогой знаю куда я иду сама расту над собой я настолько умная настолько самодостаточное что мне уже сейчас никто не нужен все я этих подружку уже типа повидала своей жизни есть так может быть одна-две да и хватит замечательно переходим дальше кто загадал цифру номер два и тогда мои подружки но я бы сказала что да у вас есть есть такие знаете тоже с которыми вы дружите достаточно давно может быть вы вместе с ними работаете может быть у вас такие подружки по дому так скажем да ну и соседних дворов например или соседних подъездов по площадке подружки да такие которые с вами и в голоде и в холоде и в радости были и поддерживали вы друг друга и плакали вы вместе и страдали и переживали и радовались и праздники отмечали вот такие такого плана подружки есть всегда в любой момент вам придут на помощь да если попросите что-то или они вас попросит вы тоже как-то все взаимно все взаимно так на самом деле какие подружки их отношения к вам еще знаете я могу так сказать ваши подружки может быть остались а в прошлом в прошлом в прошлой стране в другом вернее в другом городе в другой стране из прошлого понимаете вот как объяснить когда ты переезжаешь куда-то и ты понимаешь что в этом городе в этой стране у тебя уже нет никаких подруг они остались там а они остались в прошлом в той стране вот здесь может быть то же самое и у вас такая немножко ностальгия может быть и сейчас где вы живете там же есть тоже подруги ваши но они уже другие другие это большая разница с кем ты растешь изначально с детства до в садике в школе и когда ты приобретаешь вот уже взрослым до в таком возрасте это две разные вещи подруги такие же и дружба разная поэтому может быть вы кого-то тоже ждете издалека у вас ностальгия вернуться назад увидеть там танечку вашу с другого там дома с кем вы вместе росли и в школе и в садике были вместе у вас ностальгия до сих пор может быть вы через интернет соц сеть переписываетесь и танечка ваша говорит давай приезжай ко мне приезжай хоть в гости приезжай да вот это вот есть и может быть это танечка сама говорит слушай давай я к тебе приеду ну чё там на недельку по гостю тебя посидим там болтаем да вот такой момент тоже потому что у вас вот что-то идет из прошлого память память а ее не сотрешь да не забудешь и те кто были в прошлом у вас они до сих пор у вас в голове так хорошо кто сейчас у вас да какие подружки сейчас у вас да нет сейчас никаких подружек у вас если вы с кем-то и общаетесь то это только знаете чисто знаете но вот если кому-то обратиться ну если слишком сложно там духа да хотя бы просто за солью сходить позвонить там чужую дверь там верочка вам даст ну как-то по и подружка вроде бы да вроде бы не подружка вроде бы и подружка поможет чем-то например если что-то случилось до скорую помощь элементарно вызвать да вот такого плана я не вижу сейчас на данный момент сильной дружбы есть рядом кто-то с кем может быть общаетесь как-то да ну хотя бы здрасте говорите так видитесь может быть да приветствуйте друг друга но я не вижу сейчас на данный момент сильной дружбы потому что ну да и у вас наверное времени нету может быть сильно сейчас дружить работы много да вы как белка в колесе с утра до вечера носитесь работаете что-то делаете что-то выполняете уже к вечеру просто сил никаких нету до каких там уже вообще дел до подружек нету а самые сильные хорошие подружки это остались в прошлом так если у вас подружки лживые да с кем вы сейчас дружите но есть есть все-таки кто-то есть кто вам помогает сейчас да есть может быть вы я сейчас тоже так скажу вот слушайте меня я говорю как чувствую может быть вы тоже дружите с мужчиной да но это мужчина возможно ваша подружка но вот так но есть же вернее есть же мужчины которые знаете женщиноподобные такие да ну гей например и вот что-то в этом плане такой может быть латентный такой какой-то скрытный такой гей да или что-то в этом но такой вот он как женщиноподобный и вы на него как на мужчину просто не смотрите он уже как виде качества подружки вот с кем вы можете поболтать например там посидеть где-то обсудить что-то по-бабски там поговорить он поймет вас до такого плана тоже может быть хотя я еще могу сказать да все таки это ну расклад то общий да может быть у вас еще и время не так много на подруг сейчас потому что у вас ну романы и у вас любовь у вас мужчину да у вас семья есть вообще да и как-то вот не то что раньше больше времени уделяли там девчонкам и там встретиться где-то и так далее так далее сейчас уже как-то больше в семью в дом дел много забот много бегать не постоянно как белка в колесе да и уже на подруг то и меньше времени сейчас так истинная причина дружбы стены причина дружбы до дружат с вами знаете почему потому что вы королева монета женщина очень хозяйственная домовитая такая женственная умная мудрость прекрасно кстати интуиции может быть вы я не знаю экстрасенс с экстрастренсами и с мастерами всегда любит дружить выгодно же все всегда предвидят же всегда же можно обратиться и спросить что-нибудь ну вот может быть к вам тоже всегда знаете обращаются скажи мне вот завтра что будет у меня а вот скажи мне а то 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 посмотри мне и порекомендуем они посоветуй мне да может быть у вас тоже самое что вы как выгодное понимаете да к вам обращаются за выгоды спросить что-то у вас также еще что вы сапа своей природе очень такая вкусная женщина прекрасно можете приготовить готовить я не знаю там в кулинарии вы просто ас да и на стол хорошо накрыть и знакомых пригласить и подружек посадить да я не знаю там и тамада может быть вы еще такая да женщина говорливая умная такая любите у вас хороший вкус с вами хорошо в шопинг ходить вместе хорошие вещи покупаете знаете да цену вещам то есть вы такая вот сама очень вы хорошая поэтому и подружки рядом собираются были бы плохой рядом никого не было бы а вы сами очень такая ресурсная ресурсная плодовитая выгодная удобная я не знаю как еще назвать тут понимаете да поэтому вот так вот вот так вот дальше дальше пошли кто загадал третью позицию ваши подружки знаете что-то какие-то страхи у вас есть такое ощущение или ваши подружки это ваши враги или у вас вообще никаких подружек нету потому что здесь и девятка мечей а девятка мечей мы накручиваем себя страхами в принципе ничего такого существенного в жизни это не происходит а мы боимся мы тревожимся мы волнуемся а вдруг завтра оля с того дома завтра не что-то сделает ой ой я с ней поругалась как раз она мне такой сделает может быть еще о я боюсь и же как я же теперь жить буду и уснуть не могу уже дам целую неделю об этом думаю как я стою оли поругалась через дом то есть какие-то страхи или на работе что-то ой враги у меня там все раньше были подружками а сейчас все врагами стали они тоже здесь плохо наверное работе сделаю да кто-то то себя накручиваем мы хотя там оля и забыла про этот знаете спор с вами конфликты на работе никто на вас не зол а вы себя вы надумываете надумываете выдумываете понимаете из мухи слона мы растем там у нас дальше да да но много работы много работы вы профессионал вы мастер завидует мне наверное да я лучше всех я все умею ко мне приходит еще у меня спрашивают как нужно сделать я порой даже не знаю как относиться к своим подружкам на работе данного работа это работа дружба это дружба и нужно это разделять но не все это понимают дальше ваши подружки до тянутся к вам все абсолютно все тянутся к вам люди тянутся животные тянутся ваша энергетика в принципе очень хорошая вы мощная светлая такая знаете сексуальная тоже где-то красивая женщина но еще хочу сказать обратите внимание на свое внутреннее состояние свое здоровье такое ощущение что у вас идет отток энергии с вас или вам перед вас или с вас сосуд энергию потому что то что выпала девятка мечей уже мне меня толкает на ту мысль что вы тоже плохо спите уже вы как знаете как тухнете вот так вот на глазах были такой шикарной красавицы может быть еще с января месяца а сейчас какая-то зачуханная не выспался никакая абсолютно и понять не могу что мне такое с лицом как не накрашусь а что мне как-то все в кривь да и в кость идет понимаете такое ощущение как это вы уже не выглядите так прям красиво заметьте это если этот час есть такое то что я сказала вам нужно будет прекратить всех к себе принимать и всем помогать потому что вас вам перед с вас выкачивают энергию я вам говорю сто процентов если сейчас прошло прослушав меня посмотрев зеркало и сказать себе ой да нет лишь такая красотка что-то я напутает значит это очень хорошо хорошо что я напутает его на самом деле никакой откачки энергии нету ну или принципе может быть вас интуиция подвела в этом да в этом в третьем раскладе перезагадайте перезагадайте просто потому что я читаю то что вижу здесь а так дальше люди к вам тянутся к вам тянутся не только подружки мужчины тоже тянутся за счет вашей сладкой сексуальной энергии а это чувствуется по вас и неважно в 100 килограмм вас или может быть 50 килограмм вы источаете вот эту вот женскую привлекательность сексуальность энергию страсти и огня и на это как сказать можно до мужчины как пчелы на мед ведутся итак смотрим дальше кто истинная подружка кто лживая да вот смотрите королева кубков кто истинная кто лживая кто истинная кто лживая вот я могу сказать так скорее всего королева кубков кто эта женщина думаете думаете может быть это ваша подруга хитренькая хитренькая сама к вам знаете ластится ластится но в запазухе мечта держит она очень жесткая очень конкретная смелая умеет прекрасно говорить да очень возможно какое-то отношение имеет к металлу в к медицине или работы там где власти погоны у женщин очень хорошо поставлена разговорная речь сама хотя по внутри она очень мягкая добрая нежная милая вот эта женщина я не могу я знаете обозвать чисто плохой или чисто хороший она двоякая имейте ввиду если с ней хорошо то она будет тоже с вами хорошо потому что у нее черты характера половину мужчин мужское половина женская и эта женщина я бы сказала всегда с душою всегда с пониманием но если она чувствует какой-то отпор да если она чувствует негатив она этот негатив отправит также назад она за себя постоять может поэтому вот то есть такая вашем окружении есть такая женщина может быть она замужем может быть у нее есть ребенок мужчина тоже такой знаете ножка жесткий я не могу сказать что в личной жизни у нее все хорошо и замечательно нет это не так скорее всего это женщина также несчастна по-своему в отношениях но ничего поделать не может ну тащит как все тащит это так скажем до судьбу на себе все все эти отношения и ребенка тащит и супруга очень жесткого холодного такого тащит на себе но вот такая подруга у вас есть поэтому я не могу однозначно сказать плохая она или хорошая ну потому что не вижу она двоякая как с ней хорошо такая она с ней плохо значит она такая же это наверное единственная такая ваша на может быть знакомы может быть как уже и подруга ваша да которая ну который вы как бы приближенная книга она понимает всегда вас у нее хороший интуиции на подсказать может кстати она и денежная денежная потому что она или непосредственно работать с деньгами или же она в принципе по судьбе как-то вот любит деньги у нее всегда есть деньги я не могу сказать что она богатая но у нее всегда есть деньги все вот это единственное что я вижу дальше кто загадал цифру номер четыре и так мои подружки какие они да вы знаете здесь и карта дьявола карта дьявола какие у вас подружки настоящие лживая вы знаете я не могу сказать что они настоящие мне такое ощущение что больше как лживые подружки которые любят вот сейчас слушайте меня и не обижайтесь говорю как вижу подружки которые любят выпить покурить пойти налево который любит власть которая любит деньги которые любят я не значу это не наркотики до который любит обман и хитрости которые могут и придать вот такие подружки есть но у меня уже складывать такое ощущение что вы от таких подружек отдаляетесь вы знаете что они есть может быть вы работаете вместе в одной организации в одном учреждении а может быть в одной системе и с такими подружками вы сталкивались неоднократно и просто для себя поняли что они мне не нужны такие подружки да ничего хорошего они мне не дадут я с ними только лукашка стану там пример сопьюсь и полностью и все и от таких подружек скорее всего вы уже отдаляетесь отдаляетесь кстати такие подружки на вас сделали магию и вы это знаете я просто вам сейчас подтверждаю ваши мысли делали на вас подружки я сейчас но я же не знаю кто они там да это уже конкретно по именам надо смотреть но ваши подружки на вас сделали магию делали магию давно давно может быть вы об этом узнали может быть вы почистились на поставили на себя защиту и от таких подружек стали отдаляться даже может быть кто-то вам сказал слушай неужели ты не видишь с кем ты дружишь да нет они же вроде бы хорошие но ничего ты со временем увидишь и вы со временем может быть действительно это увидели дальше какие у вас подружки до отношения настоящие лжи вы сейчас на данный момент ну да посмотрите посмотрите ваши подружки до чего у вас доводили видите это состояние депрессии это состояние знаете вот когда ты пьешь беспробудно я не знаю там неделю может быть месяц и у тебя уже вообще просто голова не работает и ты понимаешь что ты выходишь из этого состояния уже опьянения а мир то он есть ничего же не поменялось а пилат или не пила ты все равно видишь мир таким какой он уже есть сейчас на данный момент и тебе еще больше хренов становится вот у вас тоже такое состояние было которое вас приводили ваши подружки я не знаю может быть вашего мужчину забирали к себе до уводили так скажу мужа любовник кого-то еще может быть они как-то навредили вам или еще подставили или вообще много всего в разных случаях есть да вот так вот велик все свои ваши вернее подружки по отношению к вам и у вас была депрессия у вас было было такое состояние может быть через магию на вас воздействовали так что вам уже жить просто не хотелось дальше подруги ваши подруги ваши да вы ушли от всех своих подруг ушли от любимого человека да потому что здесь я говорю опять замешанные то что возможно ваша подруга забрала вашего мужика так скажем мужа увела до или молодого человека да неважно увела и вы тоже ушли и насколько больно насколько отвратительно как же она так могла я же ей верила мы же с ней чуть ли не с детства вместе но как же так мы с ней по жизни вместе идем а вот так вот вот такие вот подружки истинная причина да да глубокая боль до сих пор глубокая боль вот вы сейчас слушаете меня и вы понимаете насколько я права и все что я говорю вы знаете вы намного закрывали глаза и оправдывали тоже иногда своих подруг когда вам говорит да как ты можешь с ней дружить тоже неужели ты не видишь что она плохая а вы говорили да нет вы не понимаете она хорошая а потом эта подружка вот подставляет да и вот настолько до сих пор очень много боли вас что тема подружек вы прям знаете как отмахиваетесь не знаю как от мух каких-то я не знаю да вот прям ужасом для вас это сейчас на данном мнении какие подружки нет я ни с кем дружить не хочу все с меня хватит уже хватит с меня на этом веку никаких подружек больше я сама себе подружка да вот так вот вот то что я сейчас сказала вот это здесь есть если вы сейчас она не согласны перри загадайте ваша интуиция вас подвела потому что я четко вижу здесь а вот эту форму вот таких взаимоотношений с подружками что подружки подставили не могу сказать сказать что всю жизнь испортили но это такой вам урок на всю оставшуюся жизнь такой урок что вы теперь знали с кем дружить а с кем нет не надо быть такой доверчивый а давайте посмотрим что у вас будет будущем я хочу потому что я много здесь боли вижу я хочу увидеть ваше будущее будущее да вы будете всегда избранным человеком чтобы не случилось вам всегда будут завидовать сейчас слушайте меня вам всегда будут завидовать знаете об этом вы никогда больше к себе никаких подружек подпускать не будете это сто процентов на всю вашу оставшуюся жизнь до самой старости вы будете со всеми общаться только знаете на вытянутой руке так у на дистанции дистанция никаких фамильярности все сугубо четко конкретно здравствуйте до свидания все вот все ваши подружки будут на этом этапе только до заканчиваться никаких сближений никаких дружб и так далее потому что подружки всю жизнь завидуют потому что вы лучшая вы сильная вы красивая вы умная вы тоже элементарно сразу скажу примером вы тоже вкусно готовите пирожки вернее намного вкуснее чем делают это ваши подружки вот отсюда уже надо начинать а что вы хотите дальше чтобы они вами завидовали что вот так вот делайте выводы хорошо дальше поехали так 5 кто загадал пятую позицию до ваши подружки но я могу сказать что он скорее всего вы запутались просто запутались а или вы закрыты от своих подружек нету никаких никого рядом нету ваши подружки ваши подружки возрождение знаете у вас такая история жизни интересная очень очень это же не знаю как назвать прям однозначно здесь а может быть вашей жизни подруги ваши сыграли очень сильную главную роль или вас убивали или вас из могилы доставляли доставали вот вот так мне хочется сказать понимаете однозначно не скажешь не скажешь однозначно потому что здесь общий расклад я не могу полностью знать у меня мозаика картинка не выстраивается четко но у меня ощущение или вас знаете гнобили ваши подруги или же настолько они были что вытягивали вас как найти из болезни из могилы из того света вытягивали ваши подруги ваши подруги да скорее всего скорее всего может быть действительно ваши подруги вас вытянули сделали вас живую то есть чтобы вы жили поправили вам здоровье может быть как-то вот просто помогли может быть я не знаю жильем хлебом до солью то есть привели вас в нормальное состояние может быть и такой вариант но не знаю здесь немножко такая путаница идет и опять здесь а тройка мечей может быть действительно или ухо-хо-хо сложно как не читать этот расклад сложно мне сложно читать этот расклад не могу я его сосредоточиться на нем вы знаете да действительно может здесь идет речь о спасении что вам было очень плохо вы страдали разбитое сердце я не знаю там кто-то вас бросил у вас болезнь болезни сердца крови может быть у вас рак может быть у вас что-то еще онкология какая-то такая да в не просто вылечить это же невозможно да просто чудо должна какое-то произойти может быть ваши подруги за вас молились а в храме может быть чуть ли не просили может быть у вас есть одна продукт подруга которая имеет целительские способности понимаете вот она вас может быть прям я не знаю вымаливает у господа бога вымаливает что вам помогли чтобы вы на ноги встали также еще сейчас как вот прям полностью противоположный будут кого буду говорить формата вот этого вот этого расклада трактовки потому что я и так его вижу здесь может речь идти о том что может быть ваши подруги вас и гнобили до заталкиваю вас вниз хотя хотят забирать у вас все может быть одна какая-то единственная подруга до которая метит на ваше место метит на вашу жилплощадь метит на ваше имущество и она вам сердце разбивает и она чуть ли не молится чтобы вас не было да вот это тоже я могу такой сказать формат потому что вот так не идет информация очень прям такая знаете полностью противоположная ваши подруги как то они настоящие лживые до бой бой пятерка мечей пятерка мечей но вот опять же да здесь опять же 2 все у меня по двоякости здесь идет или же вас вытаскивают действительно да за вас сражаются борются чтобы вы на ноги встали или действительно хотят вас убрать подлости хитрости до предательства месть любой ценой да вот отомстить добить вот это есть здесь тоже тоже пожалуйста вот кто будет смотреть пятый вариант напишите мне пожалуйста потому что это самый сложный для меня сейчас вариант во всем этом раскладе потому что я его вижу абсолютно в двоякости здесь а или поднимают меня или здесь и меня закапывают вот все исходит из всего этого подружки до одиночества я отшельник я одиночка если вы будете жить а скорее всего так оно и будет потому что действительно есть за вас молится вам помогают вы будете жить вы будете жить вы будете жить 1 1 будете приходить себя может быть после я не знаю химиотерапии в этом состоянии понимаете вот вот все равно что вот такое лицо посмотрите все равно что вот такое лицо хотя здесь и лицо мужчины но когда женщина без волос и без бровей и без ресниц это все равно что все равно что лицо мужчины я вам говорю точно вот люди онкологии люди с таким серым цветом кожи они все равно уже выглядят точно да вот как зомби если все таки вас пытаются закопать да вот сейчас вторую как бы вариант опять прочитываю пытаются вас закопать убрать да то могу сказать что вряд ли у них что-то получится потому что здесь и карта отшельника скорее всего вы отойдете да вы побитая отойдете вы в плохом состоянии отойдете вам будет плохо но вы отойдете просто от всего этого хохохо давайте посмотрим будущее я хочу знать ваше будущее я хочу знать ваше будущее ну здесь и пятерка жезлов борьба 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 физеню борьба жизнью для того чтобы жить мы будем бороться уже за жизнь вы будете бороться за жизнь и подруги ваши будут бороться за жизнь поднимая в вас я вам говорю точно вы будете жить и жизнь у вас будет я вам сейчас об этом говорю хотя расклад был на дружу с подругами до мои подруги но вот я вам здесь сейчас говорю в этом раскладе что вы будете жить и второй вариант также хочу сказать вы будете с ними бороться и дальше даже если вы в качестве отшельника отойдете в сторону вы будете все равно с ними издалека но вы с ними все равно будете бороться вы никогда настолько вас сильный дух вы никогда не позволите чтобы ваши пара подруги вас сгонобили знаете и свели в могилу вы не допустите это я вам говорю серьезно вас очень сильный внутренний дух хотя уже немного сломлен но бороться вы будете дальше вы не от пыль это просто так не отпустите никого вы вы всем я не знаю там кузькину мать устроить сюда вот так вот все поехали дальше поехали дальше 6 позиция да так что за что такое 6 позиция мои подружки так но я хочу сказать что скорее всего скорее всего может быть